Добрый день, уважаемые дамы и господа! Вы на канале Печи Котлы по Белому. Сегодня мы поговорим о том, какой котел лучше, с круглой топкой или с квадратной топкой. Потому что этот вопрос многих очень мучает. В данном случае, это котел Казак, имеет цилиндрическую топку, а обычно стандартный котел имеет прямоугольную топку. И люди доказывают, что котел с прямоугольной топкой намного удобнее, намного мощнее, лучше в эксплуатации и соответственно выстраивает позицию, что и КПД у этих котлов лучше. Для того, чтобы понять, что лучше, давайте все-таки разберемся. Вот если мы возьмем чисто измерение, то здесь диаметр цилиндра 400 миллиметров. Длина или глубина топки 45 сантиметров. Несмотря на то, что он на вид вроде большой, но все равно 45 сантиметров. Казалось бы, здесь дрова на 5 сантиметров длиннее можно уложить, чем здесь. Ну, здесь глубина постановки дров, здесь можно дрова ставить 70 сантиметров, а здесь только вот так по диагонали 50. Значит, получается 45, максимум 50. Здесь мы имеем 40, просто укладка, а если вот так вот по диагонали их ставить, то это получается 70 уже, понимаете? Так что получается, этот котел прямоугольный не выигрывает по длине дров. Ну, некоторые говорят, ну, здесь же удобнее, больше топка. На вид она больше. Но если мы посмотрим, измерение все сделаем, то здесь топка объемом 55 литров. Здесь полезная, я подчеркиваю, полезная, загрузочная топка 70 литров. Плюс к ней еще прибавляется зона дожига, колпак, еще 30 литров, в которой находится трубный коллектор. Здесь трубный коллектор водяной, а здесь жаротрубный. По многим показателям, жаротрубным считается вроде бы эффективнее. Но если мы посчитаем площадь вот этих вот труб, которые отвечают за теплопередачу, то они, конечно, уступят площади вот этих вот водотрубных, водотрубного коллектора. И получается, что, во-первых, здесь больше топка, чем там. И теплосъемник здесь эффективнее, чем там. Мало того, если здесь у нас сразу раскаленные газы уходят в дымоход, вот напрямую, раз и в дымоход, то здесь мы им не даем уходить напрямую в дымоход. Они сначала отдают свое тепло, потом опускается и только уходит дымоход. По-другому не получится, потому что у нас специально здесь стоит шип, внутренняя дымоорота, который не дает напрямую уходить дымоход. И поэтому у нас весь жар проходит трубный коллектор. И здесь идет дожиг. Ну, тут тоже они сделали подачу в дверь, как бы небольшой дожиг, но нет этого колпака, где можно передать. А здесь есть колпак. Плюс тому, если мы по всем физическим законам смотрим на то, сколько может удержать давление цилиндр, и сколько может удержать давление прямоугольные стенки. Так вот, здесь рекомендованное рабочее давление по теплоносителю 2 килограмма. Здесь 3. Эти котлы испытывают максимум на 3 килограммах. Мы испытываем на 6. Понимаете, какой здесь запас прочности в этом котле. Ну, некоторые скажут, вот что у вас. У вас колосник чугунный, а здесь колосник водотрубный. Вот это лучше. Нет. Для того, чтобы поддерживать хорошее горение, для увеличенного КПД, для того, чтобы было полное прогорание топлива, нужно очаг держать как можно больше температуры. И если мы его пытаемся сознательно охладить, то меньше будет КПД, меньше будет вот это жаровое ядро, чем там, где чугунные колосники. Они, чтобы больше набирают тепла в себе, и поэтому поддерживают вот это вот жаркое горение. И поэтому здесь более эффективное горение, чем там. Там только что вы уже один раз поставили и больше не меняете колосники. Здесь, в зависимости от того, какое топливо используется, колосник, ну, я наугле каждые два года меняю колосник, а так колосники служат 3-4-5 лет. В зависимости от того, при каких режимах все это используется. Так, котлы в остальном фактически так же слева-справа подключения, здесь тоже слева-справа подключения. Вроде бы все то же самое. И мощность у них примерно такая же, 26-25 киловатт, понимаете? Но, я обращаю внимание на то, что этот котел мы по всем параметрам доводили для того, чтобы он был более эффективный. Вот с созданием вот этого колпака мы смогли отобрать больше всего здесь температуру. Температура исходящих газов дымовых не превышает 150 градусов. Здесь он до 300 может доходить. Поэтому вы если сравните вот эти вот только показатели, сразу поймете преимущество котла Казак. Потому что на сегодняшний день я не знаю более такого продуманной конструкции, которая могла в себе соединить столько положительных качеств. Потому что все, что хорошее есть в прямоугольных котлах, здесь тоже есть. Но в прямоугольных котлах нет того, что есть в цилиндрическом. И удобство загрузки. вы посмотрите какой вынос топливного канала. Ведь он не просто так сделан. Здесь прямоугольный и допустим если засыпать ну дрова да удобно закидывать. А здесь ничего тоже не мешает дровам. Но уголь засыпать вот сюда не очень удобно. Здесь уголь очень удобно засыпать. Вы его сыпите прямо на эту полочку и он ссыпается вот такой горкой. Плюс тому что когда вы уходите надолго уезжаете надолго там на работу поехали или идете спать ложиться вот на этой полочке помещается если вот так засыпается до пол ведра угля. Понимаете это дополнительно как запасник угля. И при прогорании когда уголь седает она начинает потихонечку ссыпаться туда. это ведь все не зря продумано. Поэтому обслуживать этот котел несложно. По большому счету этот котел тоже обслуживать несложно. и вот когда сложишь все эти положительные качества это вот вот этот неплохой котел среди своих собратов. Но цилиндрический наш котел намного превышает по показателям прямоугольные котлы. И не забывайте мы ведь сюда заложили запрас прочности и этот запрас прочности у нас не просто так наш котел можно смело в паре подключать с газовым котлом. Эти котлы с газовым котлом не подключишь потому что газовый котел работает на трех килограммах а этот на двух килограммах. Вы понимаете 3 килограмма они несовместимы. Получается что этот полностью адаптированный котел ко всем условиям систем отопления которые есть сейчас используются в монтаже. Поэтому чтобы выбрать котел нужно все вот эти параметры сложить к одному и тогда вам станет ясно котел казак просто не заменим как самостоятельный котел для отопления дома так и дополнительный источник тепла как резервный при газовом работе газового оборудования вот кратце вам вот эти вот ну как говорится сравнительные характеристики хотя я цифры много не даю но тут явные показатели если кому-то что-то непонятно спрашивайте я буду по каждому моменту объяснять в маленьких моих роликах пока у меня все всего вам доброго и пока что-то что-то горм Itu , в и не что-то что-то сейчас с подой ires что-то говорят что-то говорят